Титана 150 Титана 150 Титана 150 Титана 150 Титана 150 Машина довольно таки интересная, но я бы сказал не настолько интересная, как хотелось бы. Дело в том, что мне хотелось бы, чтобы все Титаны, как Титан HND допустим или 54 Титан обладали дополнительной механикой. Как вы знаете, у HND механика присутствует, которую вы не контролируете, она сама срабатывает, там при падении ХП ниже 50%, экраны дополнительные бронирования закрываются самостоятельно. На 54 вы это делаете вручную тогда, когда вам это надо. А Титана 150 обделили, но скорее всего просто машина раньше появилась в игре, нежели разработчики вводили дополнительные механики. Мне этой какой-нибудь дополнительной механики очень сильно на Титане 150 не хватает. Что касается орудия. Орудие очень странное. Почему странное? Потому что имеет хорошее время перезарядки в 6,5 секунд. Нормальное пробитие в 147 на базовом снаряде и 210 на голдовых. При этом всем оно имеет 200 единиц урона. И кто-то скажет, окей, 200 единиц урона для 6 уровня это нормально. Я соглашусь с вами. Потому что ДПМ в целом довольно неплохой. 1850 единиц. Повторюсь, это 6 уровень. Но зачем сюда дали время сведения в 4,5 секунды? Это при том, что у меня оборудование в обоих слотах установлено так, чтобы это время сведения привести к максимально идеальному положению цифр. Я, честно говоря, не понимаю. Как правило, вот такое вот большое время сведения у нас ставят на тех орудиях, на которых прям какая-то бешеная альфа. Если бы здесь на 6 уровне альфа была, допустим, там 350-380, тогда я бы понял, зачем его обделили временем сведения. А так, для меня это остается загадкой. Есть угол склонения орудия вниз, минус 7. Я бы сказал, что вполне нормальный, не идеальный, но играть можно. Что касается бронирования данной машины. То по бронированию машина довольно-таки интересная. Если вы посмотрите на силуэт нашего героя, то вы видите хорошие красные вставки. В частности, в передней части корпуса, в отношении башни здесь все довольно-таки интересно. Есть приведенка по щекам башни. Мордочка, вот эта вот маска орудия просто шикарно забронирована. Здесь даже без приведенки 150-й на своем 6 уровне. Этого больше, чем достаточно. Есть, правда, большая ком-башня. И вот это вот тоже страдальческое место. 100 миллиметров с учетом приведенки. 90 в прямой проекции. Ну, короче говоря, в башню вас выцеливать смысла никакого нет. Если вы стоите на ровной площадке, то будут просто вот сюда вот в прямой вот этот вот прямоугольник забрасывать. И действительно будут вполне спокойно пробивать. Поэтому лучше всего, безусловно, данную машину отыгрывать от башни. Здесь хоть и минус 7, это не самый комфортный угол склонения, но все равно хоть как-то. Где-то за каким-то укрытием спрятавшись, действительно очень неплохо отыгрывает от башни. Что касается сравнения с тем, кто был родоначальником данной машины. Родоначальником машины является обычный Т-150 коллекционный. Ну, как обычный, коллекционный. Но я имею в виду, что без каких-то понтов и наворотов. Как вы видите, здесь брони существенно меньше. Давайте еще раз. Вот так и вот так. Ну, короче говоря, разница, как мне кажется, очевидна. Чего мне еще не хватает в Титане 150? Мне не хватает экранов, которыми славятся Титаны. Как видите, с экранами здесь вообще как-то, ну, не то что не густо, их просто нет. Я не понимаю, почему беднягу так обделили, поставили только 4 вот этих крыла, которые, такое впечатление, что просто поддерживают вот эти вот защитные кожухи над гусеницами. И какую функцию они выполняют, я не понимаю. Защита от фугасов, ну, навряд ли, 10 мм. Просто, короче говоря, для красоты. Я вот очень сильно расстроен, потому что если вы посмотрите на Титана HND, то вы увидите, что вся машина прям усеяна всякого рода экранами, которые движутся во время того, как вы теряете ХП. Короче говоря, здесь в отношении экранов все прям бодро. И это действительно Титан. Это смысл этой машины. Здесь этого смысла, получается, нет. Но на то время, когда Титана 150-го вводили в игру, наверное, ребята-разработчики тогда еще не настолько далекоглядно просматривали стилистику Титанов. И, возможно, они не думали о том, что Титаны будут в виде отдельной коллекции находиться в игре. Что касается сравнения с другими машинами, я думаю, что самое нормальное будет сравнить его просто с Т-150-м. Потому что на уровне достаточное количество тяжей, и сравнивать со всеми смысла, как мне кажется, нет никакого. Здесь ДПМ круче гораздо, чем у Т-150-го. И это действительно приятно и классно. Что касается пробития, то здесь похуже. И вот вам, вот вам 320 единиц альфы. Почему эту альфу не дали на Титана 150-го? Для меня остается это до сих пор загадкой. При этом перезарядка просто небо и земля, я бы сказал, в два раза. И это не то, что ощутимо. Не ощутить это практически нереально. Что касается сведения, то здесь сведение у Титана, можно сказать, даже лучше. Лучше на целых 14% нежели у Т-150-го. И здесь, получается, машину еще больше обидели. Я считаю, что 320 единиц альфы было бы неплохо как раз при вот этом вот сведении в 4,5 секунды. А 5 секунд, ну это уже, по-моему, совсем перебор. Что касается всего остального, то машины, я бы сказал, одинаковые. В отношении доходности информации у меня нет, поэтому ничего на эту тему сказать не могу. Но все-таки 6 уровень, это в любом случае история не про фарм серебра. Процент по победам, как вы видите, 56 против 55. Получается, что машины в отношении играбельности практически одинаковые. Но, ребят, при этом 25 игроков играло на Титане в 150-м и на Т-150-м играл 41 игрок. Но стоит отметить, что ни та, ни другая машина не являются, я бы сказал, распространенной тачкой в игре. Мало кто обладает данными машинами. Да и, честно говоря, это неудивительно. К сожалению, на сегодняшний день 6 уровень у нас уже точно так же позабыт, позаброшен, как и 3-4 уровни. Там, где некогда можно было довольно неплохо фаниться. Все, что можно было обсудить про машину, обсудили. И я думаю, что нам ничего другого не остается для того, чтобы полностью ее заценить, как взять и поехать в катку. Ну что ж, друзья, давайте будем заценивать. С нами 3 Мэджайя. Это действительно круто. Такого я давно не видел с момента ивента. Там, где можно было Мэджайя забрать. Но все же давайте вернемся к нашему герою. Как видите, с места машина стартует не очень бодро. Но когда набирает свой полный ход, то, я бы сказал, идет прямо и упрямо. И я готов простить ему вот этот вот, я бы сказал, не то чтобы недочет, а вот этот нюанс данной машины в отношении набора скорости. И сейчас объясню почему. Потому что если это тяжелый танк, который носит имя Титан, то мне кажется, что именно вот так он и должен ехать. Поэтому я не считаю это минусом машины. Я считаю это больше изюминкой. А вот то, что я считаю действительно минусом, так это вот это безбожное время сведения, которое, ну, прям совсем долгое. Если вы полностью свелись, то ваше орудие вполне себе точное. Я успел перезарядиться и вот теперь жду, пока сведусь. Когда сводишься, стреляешь туда, куда надо. Точнее, нет, не так. Ты стреляешь и твой снаряд летит туда, куда ты и планировал. Но все же, ребят, вот этот вот нюанс меня очень сильно смущает в отношении времени сведения. Во всем остальном машина очень даже приятная. Что касается бронирования, ребят. Хоть он и разрисован как более бронированный, чем Т-150, и это действительно правда, он действительно больше забронирован. При всем этом, ребят, машина все равно далеко не имбово забронированная. И поверьте, вас пробивают абсолютно спокойно. Я больше чем уверен, что сейчас мне будут пробивать в переднюю планку, там, где мехвод находится. Отходим назад. Пока везет, пока, слава богу, пока меня не выцелили. Продолжаем разговор с этим товарищем. И отправляем товарища отдыхать. Отходим. И заново атакуем, потому что время перезарядки действительно позволяет это делать. Титан приятная машина. Титан машина интересная. Единственное что, заценить нормально данную машину, а точнее поставить ей адекватную оценку по результатам боев сможет далеко не каждый танкист. Если вы любите играть на каких-нибудь восьмых уровнях, вам нужен фармер, вам нужна супер имба, нагиба, которая собирает огромное количество опыта и серебра за каждый бой и позволяет вам держать средуху, то понятное дело, что такие машины, как Титан, вам однозначно не зайдут. Это просто не ваше. А вот если вы любитель уникального геймплея, если вы любитель чего-нибудь нестандартного в этой игре, то, безусловно, тачки из серии Титанов вам подойдут. Давайте будем смотреть на результаты боя, но и не то, чтобы итоги подбивать. Мы-то в конце концов сейчас обсуждаем не машину, лежащую на продаже, для того, чтобы сформировать нормальное мнение по поводу целесообразности траты золотых монет, либо реальных денег. Мы сейчас просто зацениваем машину, которую, ну, в край сложно встретить в современном рандоме. Ровненько 2000 единиц урона. Один уничтоженный соперник, при этом знак классности всего лишь второй степени. 2000 урона на шестом уровне. То есть Титан 150, и те игроки, которые играли на нем в последнее время, они подняли не кислопланочку наверх. Что касается нашей результативности по команде, то первое место, я считаю, что это вполне себе заслужено. Что хорошего в Титане? В Титане хороша уникальность, довольно приятное орудие, если, опять-таки, забыть про безумное время сведения. Ну, а если вы к нему привыкнете, то больше минусов вы в этой машине не найдете. Ну, может, еще слабое бронирование, как для Титана. Согласитесь, все-таки вот этот вот товарищ выглядит гораздо, гораздо серьезнее в этом отношении. Но все же, мы говорим с вами о фановой коллекционной шестерке, нежели о суперкрутотенной какой-то тачке, которая должна разрывать рандом. Вот такой вот он Титан 150, и если вы за честность, если вы за честность автора, то обязательно подписывайтесь на канал. И, кстати, ребят, напомню, буквально через пару дней в нашей игре, простите, заговариваюсь, появится новый тяжелый танк с довольно интересной альфой и интересными ТТХ. Если вы хотите первыми увидеть данный обзор, то, повторюсь, еще раз, подписываемся на канал прямо сейчас и убедитесь, что у вас после прожатия колокольчика вот так вот отображаются все уведомления с моего канала. Ну, если вы не хотите пропустить данное видео и хотите посмотреть его первым, потому что видео на канале появится буквально через минуту после того, как в игре появится танк. Побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok